Привет, братцы! Ну что, обещанная мной экскурсия по залу. Зал оборудован у меня в подземном гараже. Как и тот зал, который я презентовал раньше, используется моими соседями. То есть, зал делал я, но тренируемся все вместе. Главное требование оставлять за собой порядок, что неукоснительно соблюдается. Соседи у меня люди прекрасные, замечательные, воспитанные. Так что, поехали! Тут моя машина места. Просто с пол я покрыл, видите, резиновым покрытием, как для спортзала. Ну, чтобы оттеняться и так, пошли. У нас сначала идет макевара. Вот МБШ сначала стоит первая макевара, а потом у меня идут два стенда для метания ножей и всяких гадостей. Остальное, все что-то метается, все что-то метается. Мы как раз их обновили только только. Унизу, вот видите, у нас прекрасные приспособы для окинавского карате. Вот для там. Ну, люди знают, что это такое, кто занимается. Тут же и в Чесасе. Вот у меня вот такие вот. Богдан Курилка мне их подарил. Камень для набивочки прекрасный. И шар. Вот там каменный шар. Покажи его, чтобы я его не доставал. Вот. Видите, такой вот каменный шар. Это для тайзы используется. Весит он 8 килограммов. Достаточно значительный вес. Вторая макевара. Она жесткая макевара. А тоже она нужна для определенного вида тренировок. Еще парочка приспособок окинавских. Но эти полегче, это дети используют. Потому что тут пальцами легче держать. Для развития силы хвата. Вот специальные у меня тут тренажерчики для работы с теннисным мячом. Такие, ну, как теннисные ракетки. Вроде теннисные ракетки. Упражнения там различные. Пошли булавы. Булавы у меня достаточно много. Достаточно много. И, честно вам скажу, я влюбился в этот снаряд. Работаю с ним уже лет 5, наверное, да. И прям очень классный снаряд. Очень мне нравится. Очень укрепляется кисти, связки, локти. Ну, все, что необходимо. Еще одна макевара. Видите, такой толстый резиновый лист. Подарил мне Алексей Попович. Леша Попович, спасибо тебе, дорогой. Пользуюсь ей крайне редко, но пользуюсь. И вот самая главная макевара. Самая тоненькая, самая сложная. Самая сложная макевара. Потом идут к меня гири. Набор гирь. Стандартный, в принципе, набор. Болгарский мешок. Прям родной мне из Болгарии. Его ребята подарили. Кикушиновцы. Спасибо им огромное. Тут же сэндбэк. Тут же еще ряд тренажеров специальных. Долго про них рассказывать. Поверьте, что я их использую. Медицин-пол. Прекрасный. Иранская подставочка. Что это тут прилипло? Иранская подставочка для отжиманий. Знаете, как ее пользуются, я надеюсь. На ней формируются различные отжимания с десятым фидом. Не меньше. Скакалочка. Мячики. В шкафу я держу спортинвентарь, который не должен лежать сверху. Это перчатки моих детей, тех пары учеников, которые сюда приходят. Пояс защитный и все такое. Значит, кресло, в котором я основное время провожу. Вот это самое главное с належкой. Это для меня... Ой, как хорошо. Ой, вчера помахал ногами. И еле живой. Это столик для чая. Вот здесь вот столик для чая. Это вы знаете, что такое, да? Балансировочная история. Главное, это что сейчас? Не упасть. Ничего себе тут не сломать. Вот, балансировочная история. И пошли дальше. Значит, следующий тренажер, который я сейчас еще позвонил. Это тренажер для вьетнамского Винчун. На самом деле, он является истинно правильным. Кто не верит, можете посмотреть мою программу с Валерием Павловским. Это выдающийся мастер Винчун. И вот такой тренажер он делается только под конкретного человека. Он у меня двигался. Вот такой. Весит света мангула за 300 килограмм. Очень тяжелый. Очень тяжелый. Вот. Я в основном на него вешаю верхнюю одежду, когда тренируюсь. И в пользу как вешаю. Тут у меня еще одно кресло спрятано. Если приходит еще один такой ленивый, как я, это мы сидим вместе, чем чай. Мешок. Тяжелый мешок для работы в перчатках и ногами. В чем специфика? Внутри, по самому центру, он полый. Там специальным образом сделанный. Намит тряпками, естественно. Вот для того, чтобы удар уходил туда, не отдавал ему по возможности. Он очень, очень толстая кожа. Для чего сделан, чтобы можно было работать обутой ногой. Потому что в гараже, вот на бетонном полу, после, ну не поработаешь. Не каменько простыть можно. Поэтому вот мешок очень крутой. Иди сюда еще. Покажи. Здесь еще фишечка. Он вращается. Обратите внимание. Он вращается, что предотвращает сбивание мешок. Бывает такое, что мешок везде стандартный. Там накидывают, накидывают, накидывают. Он сбивается. Он не отбивается, он крутится. Прекрасно. Капелька для аперпота и оверхендов. Вот здесь вот болтается такая большая. Вот. Еще один тренажер. Это китайский тренажер, уже не геннадский. Вот. Он используется исключительно мной для работы клинковым оружием. То есть он подвижный. Вот. Здесь хорошо работает. Здесь имитирует конечности. Хороший. Еще один тренажерчик. Очень интересный. И расскажу для чего. Догадывайтесь сами. Там же за деревянным человеком еще один тренажер спрятан. Его доставить просто сейчас лень, ребята. Потому что как бы операторы едят. Ну потом складывать это все лень. Дальше. Настенная подушка. Очень мягкая, господа. Очень мягкая подушка. Единственное, чем поделюсь. Все знают, как работать с подушкой. Рассказывать не буду. Смотрите, что в основном здесь я делаю. Это шея. Вот я сейчас вот так прогнулся. У меня я плечами лег на мешок. На подушечку саму. А когда выправился, то есть она меня страхует. И я соответственно могу все до единого пучочки проработать. Проработать. Проработать шейку без компрессии. Очень крутой тренажер. Настоятельно рекомендую. Еще один секретный тренажер. Вот тут подлец один спрятался. Выйди сюда, я сказал. Обиделся на меня. Я его вчера ударил. Дурец. Сильно дуешь? Мы сильно никак помириться не можем. Значит, мешок. Мешок компании Ultimatum. Он сверх мягкий. Сверх мягкий. Сделан для того, чтобы работать без перчаток. Он только для рук. Только для рук. Для того, чтобы правильно формировать кулак. Вот дальше, точно не дальше у нас пошла целая такая стена. Тут интегрировано, братцы, несколько десятков тренажеров. Долго рассказывать про все, честно вам скажу. Ну, есть вот тут можно повисеть. Вот так вот на руках поперехватывать. Можно попереставлять. Можно вот там вот залезть, сюда пролезть, вверху спуститься. Турник. Вот здесь у нас. Это паучок. Ручки, ножки и на лесу выставляешься. Вот, это паучок. Это для пресса. Соответственно, вот история, которую мы сюда ручки вставили. Ну, я снимал видео, как бы. Это шейку поправить. Елена Бурмистрова подарил из Новосибирска. Хорошая вещь. Лавочка тоже используется как тренажер. Шведская стенка специально. Она позволяет проходить сквозь нее. Вы видите, достаточно большое расстояние. То есть, вот ты проползаешь, вот змейка и туда-обратно. Там варианты проползания, что есть, отличные. Эта история используется для того, чтобы ножку вы поставили. Мне жало, чтобы избежать боли и давления на ногу. Чтобы можно было просто тянуться. Это для янтуи, это продавливание колена в уши. Понятно, что, да? Показывать не буду. Разматривать тренинг просто сейчас. Вот прекрасный еще тренажер, который мне лет 20 назад подарил Сережа косорота. Вот, это бензина с отворотами кимоно. Вот, Серега, спасибо. Пользуюсь до сих пор. А, есть у меня тут хитрый тренажер. Это, если гости приходят, они тут у меня редко. Это вращающийся турник. Я обычно предлагаю им забиться. Кто больше привесит, я, естественно, решу бы обычно. Еще один тренажер для растяжки. Очень крутой тренажер. Вот, привезли мне его друзья из Германии. Долго мы его доставляли. Он снимает всю нагрузку с тазобедренных и коленных шашталов. Честно говоря, я круче тренажера не видел. Пользуюсь им уже полтора года. Очень крутая вещь. Очень крутая вещь. Вот, оператор у нас сейчас чуть не убился. Это еще один тренажер. Прям швадень-тювадень. Вот. Я не рассказываю, что с ними делать. Просто показываю. Значит, и напоследок на сладкое. Значит, кто там у нас сейчас, минуточку. И на сладкое. Оп. Видите, у меня все хитро тут раскладывается. Вот этот любимый тренажерчик Майка Тайсона. Очень круто работает с этим тренажером. Олег Токтаров. Олег Николаевич показывал его в этом. В его инстаграм-аккаунте. Очень. Настолько круто. Мне просто кайфанул от его работы. Он такой. Ну, нравится мне, в общем, тренажерчик. Он достаточно тяжелый. То есть, если по голове прилетит, то неприятно. И легким движением руки мы поднимаем колечко. И у нас получается постеречка. Братцы, собственно говоря, практически все. Зал делался долго. От идеи до полного воплощения прошло лет пять. Потихонечку, по сантиметру выгорел. На самом деле, тут много пересекающихся тренажеров. Мораль одна, что если у вас есть голова и руки, можно все сделать очень недорого, очень качественно. Ну, там найти еще друзей каких-то. Я насмотрелся залов хороших. Есть мастер хорошей каратэ в Ростове. Мой старший товарищ Виктор Беляев. У него в гараже там прекрасный доча. Прекрасный. Я был в зале, в гараже, который, к сожалению, снесли. Тогда Юж Рафаилович Касьянов. Я снял фильм. Кто не смотрел, посмотрите обязательно. Фильм «Мастер» называется. То есть, все в ваших руках. Я понял, что я не хочу ни от кого зависеть. Ни от людей, ни от государства, вообще ни от кого. Я хочу просто спускаться и тренироваться. И вот сейчас в этой ситуации, которая так вот сложилась, я оказался прав. Поэтому тренируйтесь, будьте сильными. Сегодня прекрасный день. Сегодня Пасха. С Пасхой вас, всех православных. Берегите себя. Люблю вас. Тренируйтесь, высылайте. Если у вас есть крутой зал, если есть с чем поделиться. Ну, зал в крутой смысле не денег, а в крутой смысле реализации самостоятельной. Сбрасывайте мне видео, а самые крутые видео. Я обещаю, буду выкладывать все в Instagram, аккаунте. Ну, что это полезно. Просто полезно делиться такой информацией. Удачи всем. Удачи всем.